Привет, я Мария Петрашко, агентство теленовостей. В парламенте Швеции накануне прошли дебаты, на которые мы не обратили бы ну никакого внимания, если бы не факт, что хедлайнером события стали, нет, не проблема Швеции, коих немало, а Беларусь. Нашу страну обсуждали почти два часа. Такая забота для шведских парламентариев обычно не характерна. Чаще всего мы становимся хедлайнерами в Польше или странах Прибалтики. Но в этот раз именно шведские парламентарии соревновались между собой, чей же фейк о Беларуси будет ярче и лживее. И больше всего вопросов у меня к некой Керстин Лунгрен. Торговля людьми организована государством как гибридная атака, и сделано это с оглядкой на Путина и Кремль. Мы все видели аналогичные попытки против Норвегии, Финляндии, Латвии, Литвы, а теперь против Польши и Украины. Госпожа Лунгрен, я жду подтверждений. Факты, показания, видео того, как представители Беларуси торгуют людьми под дулом пистолета Путина. И да, это общая черта для всех шведских парламентариев. Претензии к Беларуси как плацдарм для нападения на Россию. В риторике, конечно. Хотя что и должно волновать европейских депутатов, так это их Европейский союз, в котором и так немало разногласий, о чем в шведском парламенте понимают, как понимают и всю бесполезность санкций. Угроза ЕС также существует в Брюсселе в виде крайне бескорыстного комиссара, который головокружительно заявляет, что миграционный шантаж будет чем-то новым, в то время как все, кто давно следит за этим вопросом, знают, что это происходит как минимум 10 лет с разными странами в качестве игрока. Контрмеры, за которые выступают Анна Линда и Европейский союз, приветствуются сами по себе, но кажутся слишком маленькими и слишком недальновидными в их мышлении. Санкции против компаний, перевозящих мигрантов, сами по себе приветствуются, но мы никогда не сможем остановить миграционные потоки таким образом в долгосрочной перспективе. Но самое интересное, что министры иностранных дел Швеции ругают из-за белорусских журналистов. Да-да, из-за того, что мне и моему оператору Александру Олешке был позволен въезд в Швецию, для того, чтобы мы просто выполняли свою работу. Я напомню, мы прилетели в Стокгольм для работы на Совете министров ОБСЕ с аккредитацией на руках. И мы сделали массу материалов о работе белорусской делегации в рамках СМИД ОБСЕ. А главу МИД Швеции ругают просто за то, что она пустила прессу в страну? Здесь даже мне, белорусскому журналисту, обидно за демократию и свободу слова в Швеции. И уж точно никогда бы не подумала, что именно шведские парламентарии мечтают о цензуре и железном занавесе. Я понимаю, что вы хотите встретиться с представителями нелегитимной диктатуры для того, чтобы наладить диалог и так далее. Но в этом визите есть некоторые вопросы. С одной стороны, была сделана фотография главы МИД вместе с министром иностранных дел Беларуси, которая затем была использована в белорусских государственных СМИ. Но с другой стороны, белорусскому государственному каналу пропаганды была дана виза и разрешен въезд. Журналисты использовали это, когда освещали встречи с ссыльными белорусами здесь, в Стокгольме. Ох, какие же МВТН опасные! Воспользовались слабостью шведских властей, проникли в страну и всех разоблачили. Но больше всего меня поразила формулировка «сыльные». Уважаемый Хокон Свенолинг, фан-клуб Тихановской Швеции – это преимущественно беглые, которые находятся на территории вашей страны нелегально или по карте поляка, и это в лучшем случае. Но вы бы проверили, а то и так миграционный вопрос очень остро раздражитель в шведском обществе. Из услышанного на этой сходке я поняла, что им всем очень сложно найти работу в Евросоюзе, что, согласитесь, странно слышать от профессионала в каком-либо деле. И все, чего они хотят, это, чтобы Евросоюз признал, мол, в Беларуси катастрофа, тогда беглым выдадут вид на жительство и пособие. И такое отношение к своей родной стране я лично считаю однозначно предательством. Мы в 2014 год выделили только 50-х год вообще на белорусов. А тут, например, выдали убежище, там, по-моему, 2,5 тысячи. Кстати, они уже радуются и разногласию в вашем правительстве. А ведь такие профессиональные жалобщики – это бомба замедленного действия. В Швеции ведь тоже найдется против чего попротестовать и на что пожаловаться. Депутат Хоконс Феннелинг спросил министра иностранных дел Анны Линды, почему яростно ненавистному белорусскому государственному телевидению, известному своими вынужденными признаниями замученных политических заключенных и бесчеловечностью к оппонентам Лукашенко, было разрешено посетить Швецию. К сожалению, она не ответила. Не хочу, конечно, расстраивать беглых в Швеции, но она ответила в самом начале своего выступления. Очень важно иметь возможность контактировать с министром иностранных дел Беларуси, а также с другими. Кажется, именно за свой здравый смысл и дипломатичность чуть было публично не поплатилась глава МИД Швеции. Я также хотел бы спросить о санкциях. Видит ли министр иностранных дел, что есть причины для расширения санкций? Но в отличие от шведских парламентариев, чья задача, видимо, просто громко выступать и плодить яркие фейки, глава МИД Анна Линда прекрасно понимает, что Швеция – лидер среди стран ЕС в части белорусского экспорта в 2021 году. То есть политика, громкие заявления и санкционный популизм – это, конечно, весело, но экономика, дипломатические отношения и бизнес с Беларусью как работали, так и работают. Впрочем, фан-зоне беглой оппозиции этого, конечно, не понять. Они ведь заняты поиском вида на жительство и пособий в Европе. Еще больше честных новостей в наших телеграм-каналах.